Рядовое судейство по спортивному ориентированию в Невьянске обернулось трагедией. Во время обсуждения результатов одна из девушек так бурно жестикулировала руками, что попала острым ногтем в глаз соседа. У молодого человека диагностировали разрыв роговицы. И теперь ему требуется дорогостоящая операция. Дарья Манохина продолжит. Диагноз перфорация роговицы левого глаза. Рекомендовано также кератопластикой роговицы. Свой диагноз Леонид читает с трудом. Ведь один глаз у него ничего не видит из-за разрыва роговицы. Серьезную травму молодой человек получил по несчастливой случайности. На соревнованиях попал под горячую руку гости с длинными ногтями. Я наклонившись к ним, чтобы пообщаться, потому что иначе было бы не слышно. Не успел ничего не сказать. Только наклонился, как одна из девушек начала пахать руками. И вот видать бурно, что обсуждаем между собой. И ее палец попал мне в глаз. Леонид уже пережил пять операций. Врачи вживили ему биоматериал, который поддержит глаз около полугода. Но после этого поврежденную роговицу придется менять. В Екатеринбурге такие трансплантации давно поставлены на поток. Их проводят по 3-4 в месяц. Выкраивается помутнение в оптической зоне, как правило. И на место помутнившей роговицы пришивается прозрачная донорская. Накоплен достаточно богатый опыт по пересадке роговицы, по кератопластике. Поэтому мы должны четко подходить к отбору пациентов. Правда, пока Леонид не знает, предстоит ли ему бесплатная операция или придется отдать за возвращение зрения деньги. Трансплантация и восстановление в среднем стоят полмиллиона рублей. Столько у студента нет, поэтому ему на помощь пришли волонтеры. В Березовском в помощь земляку, попавшему в беду, объявили сбор средств. Благотворители продают газеты, откладывая выручку на лечение. Вы поможете Леониду Максиму сохранить зрение. Он попал в беду, и теперь ему нужна операция на глазах. Волонтеры уже собрали полторы сотни тысяч. Если в ближайшие месяцы Леонида удастся попасть на операцию, деньги ему точно пригодятся. Но если что-то изменится, средства направят на помощь другим нуждающимся. Сейчас есть несколько детей из города Березовский, которые нуждаются в лечении. Маша Чувирова, Кирюша Грехов, еще знаю один мальчик есть. Эти средства мы с Леони уже обговаривали, мы тогда передадим другим детям в равных долях, разделим, и Леонид перечислит им. Пересадки роговицы Леонид не боится. По словам врачей, гораздо важнее постоперационный этап, когда приживается новая линза. Если все пройдет успешно, совсем скоро молодой человек взглянет на мир новыми глазами. Дарья Манохина, Дмитрий Изгагин, Владислав Колупаев. Главные новости Екатеринбурга.